всем привет всем привет сегодня у нас суббота решили пожарить шашлык сегодня сейчас вот ездили на рынок прибежали кто-то спрашивал где наши питомцы вот они ешь как где-то он обычно где-то спит жарко комнате он наладился туда уйдет на большую койку ягит и спит весь день надо ездить чтобы она начнет он раньше же со мной никогда не спал а сейчас придет еще на скойке подойдет мяу чтобы я его это пододвинулась и он от нас ложится и прямо на подушку еще понравилось его кровать а я все сплю опять на диване потому что матвейка меня оттуда выгоняет как бы много места тогда но все равно он ворочается постоянно и потом там не выспишься он развяжется вот так поперек кровати да и лежит надо его приучать отдельно спать я же его выжила сколько раз отдельно спать но надо он чего но ночью просыпается и бежит ко мне купили еще две тумбочки одну собрали 1 мы сразу же вернее купили когда с кровати только забыли показать вам она собрана и ездили забирали еще вторую недавно ее надо собирать смотрели кухни даже оставили размеры все наши они сказали что перезвонят нам но до сих пор еще никак никто не позвонил то ли заняты они там магазин нашли он как бы более-менее сцены там приемлемые но все равно все дорого вот примерно сказать вот мы даже этот уголь не убьем вот отсюда и вот до этого скафа 1070 выходит у нас вот и кухня кухня вот и посмотрите какие сцены или сейчас цены так поднялись сильно или чё не знаю вот мы покупали в тюменской области вот эту кухню она сколько 3 3 10 3 10 до 20 тысяч у нас а можете меньше я уже не помню например где-то так 20 тысяч ну что считай даже вот мы вот будет сентябре как мы купили диван а сегодня мы зашли сколько он сто двадцать пять тысяч стоит но немножко другой но все равно по вообще как бы он практически такой же как по размерам и по форме просто материал немного другой сейчас вот все смонтируем ну чё снимали и на основной канал видео выйдет почему на второй то на первый канал это мы сейчас на лайв канал снимаем просто решили поговорить насчет скважины сегодня звонили двоим позвонили значит по первому номеру девушка ответила сказала что перезвонит опять и скажет уже примерно какая глубина здесь нужно какую скважину глубиной будет по второму номеру позвонили там молодой человек взял и иначе я узко но описал сказал поселок в грубе находитесь в кропотки не ну по идее если люди работают вот эти скважины будет они должны знать населенные пункты хотя бы лишь лежащие городу потому что мы недалеко от города 20 километров а нет 12 но тут вообще рядом 15 рядом 15-20 метров скважина будет и потом уже вода пойдет это для целей огорода для огорода питьевая может конечно и глубже но что смутило то что он говорит у вас же рядом там как она казан нет короче называл населенные пункты какие населенные пункты он называл мы потом по карте посмотрели а там рядом река протекает маленькая речка такая там понятно может быть и и 15-20 метров даже если 20 метров 34 тысячи это только чтобы скважину пробурить пусть она еще будет а если вода еще она будет а он не как сказал я я говорю ну если например чтобы не добуритесь 20 метров пара пробурить и воды не будет он сказал тогда деньги не возьмем там еще один есть номер надо еще позвонить просто это как-то вопросы подготовить более такие чтобы их сразу же либо в тупик поставить либо ну чтобы уже конкретику покупал приправу специально для сашлыка а че тут аук вот на рынке там возле центрального рынка там мне оказывается есть еще рынок один мы только ни разу в нем небо есть но сегодня туда заглянули и там дешево будем там овощи покупать все там огурцы вот монетки морковка стоит мы брали последний нас стоит по 70 то есть 79 потом мы заезжаем пятерочку я за мукой ходила морковка 251 а там 40 кубей всего и хорошая морковка свежая получше видами но не то что получил все хорошие морковкой и огурцы и перцы по 30 по 40 по 45 рублей вот надо это а чем я думаю маши давай говорю возьмем тогда было вернуться шашлык готов сейчас будет стоять до вечера погодка сегодня пахтурная такая сегодня вообще как все в тумане мы тут обнаружили дерево что ли но они не похожи на слива на вкус как сливы удобно быть такую большую доску вообще как бы нужно иметь беду доски одна одна доска для мяса другая для овощей потому что все равно эти бактерии они мясо вот что я резала либо надо ее вообще как бы лучше две просто иметь и все да мы потом потом поменьше вот такой вот там была поменьше просто поможет мне показать что на маленькая будет вот это наши яблочки это вчера ветер был маша почти что каждый день компоты варит да еще ребятишки хорошо пьют грядку вот решили здесь вот сделать несколько ряд грядок одну сделали уже еще хотели сказать поблагодарить вас хороший за хорошие комментарии да когда вот пишут люди ну хорошо как бы у нас настроение поднимается да раньше же как было вот люди посмотрят наши видео у них поднимается настроение а потом ну что-то у каждого же как сказать то каждый живет по-своему кому-то нравится там в огороде кто-то не любит огород в огороде нам нравится но видите так получается что здесь раз жарко так сильно то нужно выбирать либо либо огород либо ты едешь куда-то некоторые люди этого не понимают видимо и пишут всяк можно же нормально написать а некоторые пишут вообще как в приказном тоне там и еще с оскорблениями к последнему видео на основном канале ну вообще хорошие комментарии вообще как бы мы знаем что нас смотрят очень много людей которые там хорошо относятся вот так скажем и но иногда вот из-за этих комментариев надо просто что когда я ищи начитаясь это капец просто надо просто надо как бы понимать что ну кто-то написал плохой комментарий всех то не равнять может и ну к ним к этому комментарию потому что если один плохой написал и все 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 пошли но это не все все равно это не все люди пишут плохие комментарии но смысле это не говорит о том что все люди думают именно так вот как написало несколько человек о чем-то там короче вот так но смысл-то в чем смысл в чем-то в том что когда хорошие комментарии у нас тоже хорошее настроение соответственно это идет как волной вы заряжаете нас хорошим настроением а потом мы в ответ вас заряжаем и все и когда хорошее настроение понятно что и и силы прибавляется и хочется что то делать там делайте 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 пойдем посмотрим что ребятишки там на улице делают вот кстати про комментарии там встречаются такие комментарии что ваши дети они играют за забором и значит не общаются с другими детьми вот здесь вот вообще они у них много очень друзей просто дело в том что ну видимо некоторые зрители не понимают что чужих детей вообще нельзя показывать вот так вот но они несовершеннолетние как мы можем показывать как вот они играют с другими детьми а потом вдруг родители придут и скажут зачем вы снимаете нашего ребенка там и все будут какие-нибудь проблемы да конечно они играют у них много очень вообще друзей оказывается дома а кто Ваня там на улице что понятно с кем с Матвейкой нет а ты с Матвейкой дома что ли да ааа вы что телевизор смотрите да что соскучилась по школе хорошо летом дай на каникулах но уже начали заниматься заниматься уже подготавливать детей в школе читают они по вечерам вместе с машей все вместе собираются читают пишут до уже началась подготовка к школе и ванечка и наташенька и матвейка с ними сидит слушает как это читает он ставит оценки кто лучше читает там кто еще прочитает рассказ чаще там по ни один что ливи друзьями вот пасмурная погодка какая у нас и она как бы не пасмурного так думаем градусник показывает 35 получается 35 а солнце нет и вообще он мне кажется как-то надо чуть ли не вот сюда не в тень на солнце все равно солнце вот здесь светит прямо на градусник комнате у нас стоит такой там тоже 35 показывает вот я вот думаю воду вы у нас же в подвале там стоит вот этот бак большой кстати следующее чем я займусь это вот на днях на следующей неделе уже наверно буду вот это крыльцо делать это дождик будет и вот значит подвале стоит у нас бак большой я уже думаю просто что туда отпускать насос и вот через вот эту вентиляцию вывести шланг вот надо вот здесь вот это все размотать и туда проволоку просунуть такую длинную чтобы она туда вышла и потом уже привязать шланг туда продернуть вот шланг есть все и попробовать что чтобы потому что бегать вот постоянно домой вот здесь вот видите какое отверстие то я не под газ хотели да какой не под газ они мне кажется воду хотели отсюда вывести я потом посмотрел там на кухне думаю может какой-то кран есть что и так то можно было с той стороны вот этого отверстия нет а там все заштокатурина там плитка подожди какая плитка то вот она это же пол вот видишь это пол же вот ты чё вот окно вот считай вот пол вот она от пол вот на таком расстоянии находится там все это заделано ничего нету там отверстия я сначала думал проделать отверстие а потом посмотрел что там никакого вывода то нету но что шланг не к чему это считай надо покупать паяльник трубу там разрезать и припаивать отвод делать я уже потом подумал ну либо вот я говорю либо два варианта либо делаем этот как-то мило паяльник покупаем какой-нибудь дешевый эти трубы и сюда вывод делаем либо насос подвал и вот посуда выводить либо здесь делать чё будем делать а так ты на насос деньги он же тоже стоит день денег 2000 рублей а я хрен его знает сколько он здесь стоит мы заезжали здесь в магазин их даже не продают здесь потому что ничего здесь качать такими насосами это я про родничок говорю насос где где мы покупаем ванну кран помнишь ну там то есть там большой это в кропоткине мы увидели ты не видела цены не я что-то даже не быть ну вот надо просто сразу же определиться либо вот посуда они конечно посуда был как бы она лучше бы получил получилось чем вот этот шланг у он загибаться будет там это много манипуляции здесь вот просто кран сделал раз открыл на фиг его раз закрыл она как бы так-то сюда вот так под видом поставил да все видишь специально возможно раньше не было сколько он 1200 всего стоит паяльник а ну так все тогда паяльник купить и труб потом трубы тут немного надо будет на посмотреть будет там это тройник тройник сделать там и все просто что там внешний вид и что будет пахтится там можно аккуратно проткнуть ее отверстие и потом аккуратненько высверлить его все какие тут вот он ее тебя потеряли вот если вот так вообще когда жарко это кушать вообще не охота ездишь и он тоже худой какой вроде недавно глистогонили их всех на будущем стал чужим ник что не есть мы уже раньше ну как-то их домашней пищи все сейчас уже стали пакетики покупать им кошачьи вот эти кстати благороди все докосил практически там все уже розы поливать стали он расцвели свести стали но еще равно а где ваня то пускай польет хоть каждый день поливаем вот вчера соседу ходились к саше вот здесь сейчас пойдем покажем как она называется я забыл низ ну как типа наподобие сливы только она а чё не пожарим-то пожарим сейчас вот . вот это пройдет все саши ходили какашки вот растет он говорит приходите на компот это на варенье до вот надо вот такую же посадить вот смотрите сколько много растет саша то дома не думали надо может сегодня собрать а у него вот смотри таких два дерева даже вон уже опала сколько много пропадает добро вон она нам ведерко а а вкусно и так ты маленькие такие но они уже спелы вот здесь они ребятишки собираются вот на этих плитах и играют скажи всем привет всем общаются со всеми все общается что-то нам обещали это покрупнее это покрупнее это покрупнее да мне тоже к саше постучаться может дома все да видно дома нет никого потом вечером зайдем она еще с вас чем-то ты глупная ну и наши тоже поливаем вот вчера же поливал уже он вот эти чем вкусно прикольно я наше варенье такое свои разрядасты и счастье просто этими полосками такими без косточек без всего орехи уже что-то начали отпадывать а так то вообще крупные их много вообще у нас здесь винограда орех дерево и виноград растет и орехи а здесь кстати вот в тени вообще очень хороший виноград получается а он пошел год считай мы уже этот забрали и он до самой осени сидел до морозов до самых вот мне как-то даже жалко его будет обрезать может одну ветку оставить тут сколько-то их пошло сюда а вот как-то ее надо просто повыше поднять виноградик у нас вот этот белый да белый уже вон уже пчелы тут летают что-то немножко подгнивать стал чего ты няпкаешь это вот вчера когда мы землю таскали и вот я могу нашла вот такой орех как лиска куриная угу вчера вот один раз раздолбила и он как будто как молоко но мы в прошлом году уже тоже так же это как лисем я всегда говорю раздолбила он еще а ну вот кожура то смотри какая толстая угу что то кто то писал нам в комментарии что ему нужны были зеленые эти грецкие орехи что даже хотел купить у нас а потом я что то не могу комментарии так найти а зачем они зеленые что то из них делают что то из них делают ну да вот корочка толстая так то он поменьше будет ну еще не поспею ну что ладно тогда пойдем заниматься делами всем пока всем пока всем пока до новых встреч да подписывайтесь на канал и ставьте больше лайков да побольше лайков всем пока всем пока